Здравствуйте! В эфире программа события. Мои коллеги, я, Мэри Елчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. Конкурсы на лучшее оформление домов и предприятий, прогулочные зоны и елки. В администрации обсудили подготовку города к Новому году. Отработали штатно. Самарская ракета «Союз-СТ» успешно стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане. Предновогодний ажиотаж способствует росту средних цен на вторичное жилье. Об этом подробнее расскажем в новостях экономики. Диеты и изнуряющие тренировки, либо правильное питание и прогулки пешком. Каким заболеванием ведет ожирение и как с ним бороться. Сто спортсменов в восьми весовых категориях. В городе состоялось первенство Самарской области по дзюдо среди юниоров и юниорок. В Самаре вновь, как и в прошлом году, пройдут районные конкурсы на лучшее новогоднее оформление многоквартирных домов, помещений и фасадов зданий учреждений и предприятий города. А также прилегающих к ним территорий. Участвовать в конкурсе могут учреждения образования, здравоохранения, культуры и другие. ЖСКА, ТСЖ и управляющие компании, организации сферы услуг и розничной торговли. Об этом, а также об украшении города новогодней иллюминации говорили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Большая праздничная прогулочная зона появится на площади Куйбышева. Там уже установили елку. Скоро, как только позволит погода, приступят к оформлению катков. Вся праздничная композиция будет готова к 20-м числам декабря. Проговорить со всеми учреждениями, со всеми организациями, которые находятся у вас на территории районов. Обращаюсь к коллегам, которые здесь присутствуют. Простутствие украшайте свои помещения, свои здания, чтобы все-таки у людей создавать это настроение замечательное. Не забывайте, что скоро праздник и наша с вами задача максимально украсить город к этому периоду времени. Погружается в атмосферу новогодней сказки и одно из излюбленных мест отдыха самарцев. На вертолетной площадке зажигают иллюминацию по мере монтажа новых конструкций. Напомню, популярная рекреационная зона этим летом была обновлена в рамках государственной программы региона «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области». На вертолетке уже появились сияющие звезды. Полностью закончить монтаж световых конструкций планируют в конце недели. Всего их 25 по 5 на каждой подставке панно. Инсталляции включают вместе с уличным освещением. В Самарской области фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом. За сутки зарегистрировали 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 185 163. Такие данные в понедельник 6 декабря опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 698 пациентов. Всего с начала пандемии из больницы выписали 134 777 человек. Тем временем в России уже у двоих человек с положительным ПЦР-тестом подтвердился новый штамм коронавируса – омикрон. Пациенты прибыли в страну из ЮАР. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что положительные тесты зафиксировали у 10 россиян. Но какие штаммы у остальных – пока устанавливается. Однако паниковать не стоит. В ВОЗ заявили, что по предварительным данным омикрон вызывает легкую форму ковида и от мутации пока никто не умер. Все пассажиры, прилетевшие из ЮАР, находятся в обсерваторе под медицинским наблюдением. В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Один из рейдов стартовал на пересечении улиц Новосадовой и Нововокзальной. На этой крупной транспортной развязке находятся трамвайные и маршрутно-автобусные остановки. Вместе с межведомственной инспекцией в рейд отправилась и Ольга Хомракулова. Только за последнюю неделю проверяющие составили 36 протоколов на антимасочников в общественном транспорте. За год таких халатных пассажиров набралось 603, а если считать с сентября прошлого года – 747. Совместно с представителями перевозчиков, с добровольной народной дружиной, а также с сотрудниками полиции. В ежедневном режиме мы обходим все виды транспорта – автобусы, трамваи, троллейбусы. Спускаемся в метрополитен, на станцию, ездим в поездах и проверяем о том, чтобы все пассажиры это требование соблюдали. Охватывает и утренние часы, и вечерние часы, пиковое, межпиковое время. Мы видим, что все-таки нарушители масочного режима у нас сейчас все еще есть, хотя, казалось бы, это не жара, вот на улице не так тепло. В маске там никто не задыхается от того, что невозможно дышать там душно и так далее. Никто не мешает эти требования соблюдать, тем более они касаются жизни и здоровья каждого из нас. Если призыв к здравому смыслу не помогает, в дело идут штрафы. За несоблюдение противоэпидемических мер пассажирам грозит до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение величина штрафа значительно увеличивается. Решение в каждом конкретном случае принимает суд. Соблюдать масочный режим обязан и экипаж транспорта. Каждое утро на предприятии начинается с инструктажа. Мы напоминаем кондукторам, водителям, что они в рейсе должны быть в защитных средствах. Также раздаем им нужное количество на рейс, на день защитных средств. Если вы вдруг заметили, что в ходе рейса кто-то из пассажиров, либо из наших сотрудников, находится без маски, вы можете позвонить на номер горячей линии оператора. Телефоны размещены на сайте нашем, либо в подвижном составе. При этом вакцинация от COVID-19 не освобождает от обязанности носить маску. Ну как же, это защита от вируса. И третий раз сейчас с вакцинацией еду, так что все нормально. Обязательно надо маски носить, перчатки и вакцинироваться. Меры по борьбе с COVID-19 комплексные. Перед выходом на линию транспорт дезинфицируют. Кроме того, в Самаре закупили рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Их установка завершается. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. В автобусах Самары продолжают действовать новые правила посадки и высадки пассажиров. С 8 ноября заходить в транспортные средства можно только через переднюю дверь. По мнению перевозчика, это позволяет повысить уровень контроля за своевременные оплаты проезда и с соблюдением масочного режима. При этом пассажиры с детьми и колясками, а также маломобильные граждане могут воспользоваться привычной средней дверью. При такой схеме нормативы перевозчикам не нарушаются. Сейчас эта практика изучается, после чего примут окончательное решение, будут ли такие правила действовать постоянно. Возможно, корректировка, чтобы удобно было всем – и перевозчику, и пассажирам, и контролерам. Развеять мифы и слухи, рассказать о пользе вакцинации, в том числе для людей старшего поколения и пациентов с хроническими заболеваниями. Представители соцслужбы и общественники Самары обсудили актуальную информацию о прививочной кампании с медиками. Главная цель такой встречи – донести необходимые знания и до актива общественных организаций, чтобы в последующем она передавалась дальше, до их подопечных. На встречи побывала и наша съемочная группа. Михаил Ермоленко расскажет подробности. Знать о вакцинации и правильно преподносить информацию. С таким посылом прошла первая встреча актива общественных организаций, социальных служб Самарского района и медработников города. Особое внимание людям старшего поколения, которых на попечении у социальных служб большинство. Люди серебряного возраста особенно уязвимы во время пандемии коронавируса. Если брать по городу, население 65+, провакцинировано 61%, чуть больше 60%, наша цель – провакцинировать 90% населения. Потому что, как сказал Александр Владимирович, это самая ценная категория, здоровью которой нужно уделять больше внимания. Слухи, домыслы, искаженные факты иногда становятся причинами отказа от вакцинации. Многие боятся осложнения после прививки. Для того, чтобы развеять мифы, медики детально разбирают каждый случай, чтобы в последующем активисты смогли рассказать своим подопечным о пользе вакцинации. Весь опыт многотысячный в вакцинации, не многотысячный, а уже, по сути дела, сотен тысяч людей старшего возраста, он показывает, что, хотя мы опасались, вакцинацию они переносят существенно легче, чем люди молодые. Вот первое, что я хочу сказать. А второе, то, что наличие хронических заболеваний является не противопоказанием, а наоборот, показанием для более срочной вакцинации. В большинстве случаев. В организации Валентины Мухортовой привились практически все подопечные. Но на этом работа не заканчивается. Благодаря таким встречам профилактика пойдет еще успешнее. Надо прививаться, потому что мы же встаем с этим и ложимся с этим вирусом. И все знают, и все боятся. Я вот даже в доме своем знаю, что многие привились. Очень многие. Такие профилактические встречи с районными активами общественных организаций и соцслужб продолжатся и в будущем. Сейчас в планах у специалистов посетить все районы Самары, а также устроить общегородскую встречу. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Эфир продолжат новости экономики. В студии Виктория Шара. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, мэрии и уважаемые телезрители. Центробанк хочет поднять уровень доверия населения к платежным сервисам. Какими средствами он намерен этого добиваться? Он определит сумму, которую банки должны будут возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников. Сейчас это менее 8%. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 7 декабря 73 рубля 66 копеек. Евро 83 рубля 11 копеек. Нефть марки Бренд торгуется на отметке 71 доллар 55 центов за баррель. Центробанк разработал предложение по увеличению возврата гражданам похищенных через банки денег. Сейчас это менее 8% от украденного. Банк России планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке. Изменения в федеральный закон уже разосланы участникам банковского рынка. За третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3 миллиарда 200 миллионов рублей. При этом банки вернули клиентам менее 250 миллионов рублей. Широко распространенное сейчас мошенничество, связанное с добровольной передачей физическим лицом данных, например, номеров платежных карт, кодов, паролей, которые используются преступниками для кражи средств, острая проблема, отрицательно влияющая на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и, как следствие, кредитно-финансовой системе в целом, говорится в справке к поправкам в закон. Крупные российские банки предложили установить лимит на вклады для малоимущих граждан. Планка будет находиться на уровне 200-300 тысяч рублей. Так они решили поддержать идею Центробанка о создании специального вклада с повышенным процентом для россиян с невысокими доходами. Одни банки рассчитают, что доходность по новому депозиту следует привязать к ключевой ставке, так как уровень инфляции – спорный показатель. В то же время другие эксперты полагают, что ставку по новому продукту следует привязать к инфляции, которая в первую очередь влияет на уровень жизни и стоимость накоплений. По их словам, малоимущим гражданам такая возможность не сильно поможет выправить положение, и спрос на этот инструмент будет довольно низким. При этом в Ассоциации банков России в целом скептически относятся к идее создания подобной услуги. По мнению ее представителей, у большинства малообеспеченных семей проблема не в том, как сохранить деньги, а где их взять, считают там. Предновогодний ажиотаж способствует росту средних цен на вторичное жилье. Высокий покупательский спрос сейчас поддерживают стремление вложить накопление в недвижимость на фоне высоких темпов инфляции и ожидания роста стоимости ипотечного кредитования. Но не видя фундаментальных причин для дальнейшего повышения стоимости жилья, аналитики рассчитывают, что в начале следующего года рынок вернется к около нулевой динамике средних показателей, а треть собственников в перспективе могут снизить цену. Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России составила 105 тысяч рублей за один квадратный метр, увеличившись на 2,5% относительно предыдущего месяца. Наиболее выраженную динамику экономисты видят в Омске и Самаре, где за месяц вторичное жилье подорожало в среднем на 4%, до 76 тысяч рублей и 84,5 тысяч рублей за один квадратный метр соответственно. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Двигатели самарского производства обеспечили успешный старт ракеты «Союз-СТ» с двумя космическими аппаратами и разгонным блоком с космодрома Куру во французской Гвиане. Двигатели РД-107А, РД-108А отработали штатно. Запуски ракетоносителей типа «Союз» с космодрома Гвианского космического центра ведутся с 2011 года. Этот старт стал 26-м по счету. Он известен не только яркими театральными ролями, но и социальными проектами. Самарский актер, заслуженный артист России Олег Белов награжден медалью уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро». До этого ни один житель региона еще не получал такую награду. О непростой судьбе и несгибаемой воле удивительного человека, нашего современника, расскажут наши корреспонденты. История о том, как человек может прожить две жизни и в каждой из них сыграть свою главную роль. Олега Белова знают не только как популярного самарского актера, за плечами которого десятки спектаклей в театре драмы. С 2012 года он руководитель театральной студии для пациентов с ментальными нарушениями «Счастливый случай». С помощью искусства заслуженный артист России помог реабилитироваться пациентам Самарской областной клинической психиатрической больницы, а те, в свою очередь, помогли ему. Девять лет назад Олега Белова сразил инсульт. Врачам и близким удалось выиграть серьезный бой за жизнь артиста, но борьбу за актерское будущее ему пришлось вести с самим собой и с общепринятыми установками. Именно тогда он и создал свою театральную студию для помощи пациентам. Я когда начал с ними заниматься, я понял, что меня позвали туда помогать, а я не могу сказать, кто кому больше помог, я им или они мне. Я всегда знал, что я играю на сцене, людям доставляю радость. Но когда ты видишь в глазах людей жизненную в тебе необходимость, это круче любой славы. Большой вклад Олега Белова в дело защиты прав и свобод одной из самых хрупких категорий граждан отметили медалью уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро». С 2005 года эту награду присуждают людям, которые проявили благородство и смелость по отношению к другим. В Самарской области, несмотря на то, что мы неоднократно представляли награду наших соотечественников, наших самарцев, но у нас не удавалось победить и получить эту медаль. Тот уникальный опыт, который, в общем-то, есть сегодня в Российской Федерации по созданию театра среди людей с ментальными отклонениями, он впечатлил всю конкурсную комиссию. К церемонии награждения приурочили показ документального фильма о судьбе Олега Белова «Домовой». Его создавали два года, а в картину вошли воспоминания друзей, коллег и родственников актера. По словам режиссера Антона Долганова, фильм рассказывает о движущей силе любви к своему делу, преданности и дружбе, незримой руке помощи и о том, что антракты нужны не только во время спектакля, но и в жизни. Мне вот потенциально очень хотелось бы, чтобы этот фильм как можно больше людей смогли посмотреть, потому что мы рассказываем о судьбе, но вот после просмотра, я думаю, будет понятно, что это касается и других людей. И, как мне кажется, он получился очень мотивирующей, такой светлой картиной, которая может помочь людям вообще в трудную минуту. На церемонии присутствовала мама артиста. В день награждения Олега Белова медалью «Спешите делать добро» ей исполнилось 80 лет. И, по словам актера, успех сына – лучший подарок для матери. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. Новые правила эксплуатации жилья вступят в силу 1 марта 2022 года. Они обяжут собственников жилья привести незаконно остекленный балкон в его первоначальное состояние. Такая мера направлена на борьбу с перепланировками жилых помещений. Если по плану дома балкона не имеют остекления, то за следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования. Новая мера не коснется собственников и арендаторов жилья, которые застеклили балконы ранее, поскольку закон не имеет обратной силы. Самарские правоохранители призывают жителей не доверять телефонным мошенникам. Так пенсионерке из Красноармейского района позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять деньги. Для того, чтобы сохранить сбережения, их якобы нужно перечислить на безопасный счет. Кроме того, мошенник убитил пенсионерку оформить кредитные договоры. Всего жительница Самарской области перечислила незнакомцу почти 1 миллион 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Самаре ожидаются плановые отключения холодной воды. По информации ресурсоснабжающей организации, 7 декабря временные неудобства придется потерпеть жителям домов по улице Димитрово 64 и 78 и Старозагора 100 и 106. Также без холодной воды останутся жители домов Покаховской и Теннисной. 9 декабря воды не будет у жильцов физкультурной 117. Точные даты и время направят управляющие компании ТСЖ и ЖСК и профильные департаменты Самары, которые должны будут донести сведения до их потребителей. Пандемия коронавируса наложила отпечаток на отношение россиян к многочисленным праздничным дням в начале января. В этом году тех, кто одобряет, 10-дневные каникулы меньше, чем когда-либо. Не способствует планированию интересного досуга и введению QR-кодов в некоторых регионах страны. Новогодние каникулы в наступающем 2022 году продлятся 10 дней с 31 декабря по 9 января включительно. Практически каждый второй россиянин, 49%, относится к столь продолжительному отдыху положительно, а по мнению 17% опрошенных длинные новогодние каникулы давно пора сократить. Недовольны длительными всенародными гуляниями чаще всего опрошенные старше 45 лет. Большинство россиян тратят на сладости не больше 1000 рублей в месяц, выяснили аналитики. Любимые сладости – плиточный шоколад, торты, булки, печенье и другие мучные изделия, а также конфеты. Меньше всего россияне любят халву, зефир, пастилу, варенье, мармелад. Треть покупают сладости каждый день, еще треть – несколько раз в неделю. Каждый двадцатый россиянин покупает сладкое только по праздникам. А следующая информация как раз для любителей налегать на сладкое и мучное. Медицинское сообщество напоминает о том, что сегодня все больше людей не только страдает, но и погибает от проблем с ожирением, которому ведут неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Когда количество жира выходит за пределы нормы, появляется риск развития хронических и воспалительных процессов. О том, как лишний вес влияет на здоровье, расскажет Ольга Хомракулова. Когда постулат «Ешь меньше, а крути педали активнее» уже не работает. По данным Всемирной организации здравоохранения, от ожирения и его последствий ежегодно умирает свыше трех миллионов человек. Причем в группе риска больше женщины, нежели мужчины. По статистике, ожирением страдает 23% женщин и только 20% мужчин. Причина в большей эмоциональной восприимчивости и желании заесть горе. Причем не стоит расценивать ожирение как распущенность. Медики уверяют, это хроническое многофакторное разнородное заболевание, причины которого кроются в сложных метаболических нарушениях в организме. Ожирение – это патология, это патологическая болезнь, это переизбыток жировой ткани. Бывает висторально, бывает абдоминально, то есть либо подкожное, либо внутри кожное. Это нарушение работы сердечно-сосудистой системы, эндокринных функций. При этом не стоит мучить себя диетами. Берите за основу обычное правильное питание. Я не могу сказать, что какая-то диета является суперполезной и эффективной. После любой диеты это стресс для организма и будет набор вес выйти. Это характерно для любой диеты. Она не является полезной. Ни раздельное питание, ни кремлевская диета. Если ее придерживаться всю жизнь, она будет эффективной. Но если ее придержаться месяц-два, мы похудеем, но опять обратно наберем вес. Не помогут и изнуряющие тренировки. Если при избыточном весе сразу броситься бежать в марафонские дистанции и качать пресс по 100 раз на дню, сделаешь себе только хуже. Если пациент имеет 150 килограмм, кроме ходьбы, вряд ли мы что-то порекомендуем. Потому что даже бег в велосипед, это является достаточно тяжелым видом физической нагрузки, а ровно физической нагрузкой. В данном случае будет оказываться негативное влияние на суставы и на позвоночник. Изначально мы рекомендуем нашим пациентам начать регулярно ходить пешком. Периодичность ходьбы должна быть от 30 до 40 минут в день. Нагрузка должна быть регулярной, ежедневной, но хотя бы минимум 5 раз в неделю. Отбросьте ожидания добиться быстрых результатов похудения, говорят специалисты. Контролировать вес необходимо на протяжении всей жизни. Делать это нужно не только для того, чтобы лучше выглядеть, но прежде всего, чтобы сохранить здоровье. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. 100 спортсменов в возрасте от 17 до 23 лет. В городе состоялось первенство Самарской области по дюдо. Победители соревнования вошли в состав региональной сборной. Дальше их ждет окружной этап, а в случае успешного выступления – всероссийский уровень. Обо всем подробнее расскажет Никита Колосов. Полина Яковенко принимает участие в соревнованиях по дюдо не впервые. Пять лет девушка занимается японским боевым искусством. За это время ей удалось завоевать победу не только на российском, но и на европейском уровне. Как признается Полина, участие в любом соревновании – это дорога к исполнению мечты – выступление за сборной России на Олимпиаде. Пока что ставить планы рано, а так работаем дальше, там как получится. Японский вид спорта дюдо сформировался в 1882 году на основе джиу-джитсу – борьбе без оружия, которая, в свою очередь, восходит к сумо. Главный принцип дюдо – поддаться, чтобы победить. Отличие японского вида боевых искусств от любой другой борьбы состоит в том, что во время поединка соперники не наносят друг другу удары. Спортсмены должны показать разнообразие своей техники ведения боя – броски, болевые и удушающие приемы. Немаловажную роль играет ловкость и использование стилы противника. В России дюдо появилось в 1914 году, но в советские времена оно трансформировалось в самбо. В 1962 году советские самбисты успешно выступили на соревнованиях в Европе под дюдо. После этого в России создали федерацию дюдо, которая существует по сей день. В этот раз в первенстве Самарской области под дюдо приняли участие 100 спортсменов. Юниоры-юниорки в возрасте от 17 до 23 лет побороли за призовые места в 8-ми весовых категориях. Соревнования проводятся ежегодно, потому что это мероприятие отборочное и мы должны определить состав команды Самарской области для дальнейшего участия в соревнованиях. Победители-призеры областного первенства Самарской области в следующем году отправятся на кружной этап. Затем лучших ждут всероссийские соревнования. Никита Колосов, Василий Колдашов, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»